Открой глаза, все та же трещина в небес, в стекле окна. А что же там с нашим Ковадлом? 8 ноября было судебное заседание, я туда не приехал, не было времени, был занят. И в принципе никто туда так и не доехал. И что же там произошло? Пришло там просто чудо чудесное, суд вернул прокурору обвинительный акт, поскольку тот был составлен с нарушением уголовно-процессуального законодательства. Кроме этого суд рассмотрел ходатайство о продлении мер пресечения вот этим вот троим Ковадло, Дмитриченко и Гаевому. И двоих вообще оставил без меры пресечения, а одному принял меру пресечения в виде вечернего домашнего ареста. И как я так понимаю, это как раз таки Ковадло. То есть теперь у нас только Ковадло ночью спит дома, а остальные вообще просто гуляют. И когда у нас там прокуратура соизволит и сможет этот обвинительный акт привести в порядок, никто не знает. То есть вот так вот. То есть они себе пошли в принципе гулять и ждать с моря погоды. Ну и это еще не все. Оказывается, Ковадло и Дмитриченко обратились в окружной административный суд с исками к департаменту патрульной полиции, где требуют их восстановить на службе. Представляете, какой трэш вообще. То есть сейчас суд этот вообще куда-то сольют. Ковадло и Дмитриченко восстановят на работе. Ну а потом, видимо, еще и повысят. Вот так вот мы и живем. Единственный, кто не обратился в суд с иском о восстановлении его на работе, это вот тот вот молодой полицейский по фамилии Гайвой. Несмотря на свою молодость, видимо, только он сохранил чувство достоинства, что ли. Я не знаю, как правильно сказать. Совесть, да, или что. А вот эти вот двое, которые, насколько так мне известно, по слухам, замешаны еще в некоторых делах, им, в общем, так вот совести не хватило. Хотя, о какой совести я говорю? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok